Казахстанские эксперты тем временем прогнозируют, как может повести себя доллар на фоне итогов президентских выборов США. Первый сценарий уже вовсю обсуждается в мировых СМИ. Падение американца на фоне негативных ранее высказываний Байдена в адрес России и, как следствие, возможные санкции в отношении нашего соседа. Впрочем, казахстанский экономист Мадияр Кенжибулат не исключает и другие варианты. Известно, что победитель американских выборов сторонник защитников экологии и намерен активно развивать зеленую экономику. В планах Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение. Возможный исход таких намерений, по мнению эксперта, сокращение производства сланцевой нефти, что сулит хорошую перспективу для рынка черного золота Казахстана. И вот, что он сказал нам по телефону. Байден не будет так рьяно сражаться с Китаем в торговой войне. Скорее всего, они придут к какому-то соглашению, что скажется вообще хорошо на все рынки, в том числе, в первую очередь, скажем, развивающиеся рынки. И это как бы и на юань хорошо скажется, затем на многие валюты, развивающиеся стран, в том числе тенге. Также предполагается рост бюджетных расходов в Соединенных Штатах в связи с борьбой с ковидом и так далее, с последствиями ковида. Это, скорее всего, приведет к еще сильному, скажем, увеличению бюджетного дефицита. Вот сейчас он на рекордном уровне. И, соответственно, к снижению котировок доллара.